11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Светланы Занько и Анна Лапшина. Добрый день. У нас два часа сегодня. Как обычно, во втором часе мы будем говорить о научной конференции возрождения сельских поселений. К нам придет организатор конференции Мария Шеклеина. Возможно, мы с одним из гостей этой конференции свяжемся по телефону, пока я точно этого не знаю. А после 12.30 будет наша постоянная рубрика «Гордума. Коротко, а важно». Мы с главой города Еленой Ковалевой будем говорить об управляющих компаниях. Ну а в первом часе у нас тема тоже связанная с сельскими территориями, с сельскими поселениями. И с городскими. И с городскими. Но, тем не менее, у нас такой юридический уклон. Уголовная ответственность должностных лиц, муниципальных органов и бюджетных организаций. Ну, надо сказать, что мы оттолкнулись от материала, который вышел в газете «Бизнес-новости» в последнем номере «Бизнес-новостей». Дела муниципальные. И я прямо, Лид, прочитаю. Кто желает стать главой муниципального образования? Лес рук в кавычках. Так, учителя обычно шутят в школе. На самом деле, не до шуток. Настолько большого количества уголовных дел в районах области не было очень давно, утверждают многие представители Кировского общества. Факты ниже. 12 дел только за 2018 год в регионе. И мы, на самом деле, не знаем, как на это реагируют власти. Мы хотим об этом поговорить, может быть, завтра в рамках семинара, который будет проходить в ВИАДГУ. А там как раз будем говорить про развитие регионов и муниципальных территорий. И вроде как и Чурин туда собирается. Уж не знаю, придут ли те, кто отвечает за развитие муниципалитетов. Я могу так даже подозревать, что и не придут вовсе. Хотя это непосредственно для них завтрашнее мероприятие. Вот ты знаешь, Мария Шаклейна мне вчера рассказывала, что 2 марта будет вот эта научная конференция. И к ним главы сельских поселений приезжают. Может быть, они на два дня приедут. Ой, не знаю. В общем, разберемся. И завтра, послезавтра проследим за этим. А сейчас поговорим действительно о делах муниципальных с таким негативным все-таки уклоном. Потому что 12 дел – это тебе не шутки. 12 глав муниципальных образований. Совершенно верно. И поговорим мы об этом с Натальей Костиной, адвокатом, руководителем уголовной практики Московской коллегии адвокатов. Яковлев, партнер Наталья Александровна. Добрый день. Добрый. С Оксаной Мамедовой, адвокатом, членом Ассоциации юристов России. Оксана, здравствуйте. Добрый день. И с Михаилом Курашиным, вице-спикером Законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. Михаил, добрый день. Добрый день. Я бы, наверное, начала как раз с Михаила, потому что можно представить себе, что было раньше, когда вы, Михаил, были вице-спикером Законодательного собрания, и что делается сейчас в муниципалитетах нашего региона. Много это или мало 12 дел? Как вам картинка видится сейчас? Давайте начнем с того, что на самом деле по факту 12 дел – это очень мало. Должно быть больше? Может быть больше. Почему? Ну, начну с такой грустной шутки, которая в стенах власти ходит о том, что если человек начинает работать в бюджетной сфере, то уже на следующий день его можно привлекать к уголовной ответственности либо за какие-то действия, либо за какие-то бездействия. В принципе, человек, согласившийся работать в этой сфере, уже автоматически, скажем так, удавку на шею себе накидывает. И чем ниже уровень этой власти, тем, соответственно, эта удавка уже, туже. И 12 дел – это, вот я еще раз говорю, к сожалению, на практике, если поставить цели, будет желание у наших правоохранительных надзорных органов, то этих дел может быть в десятки раз больше. То есть практически можно брать каждого первого. На следующий день после того, как его избрали. Не случайно. Не случайно лес рук. Да, это на самом деле тенденция не последних лет. Об этом много, долго говорили о том, что на уровень глав поселений, на уровень руководителей бюджетных учреждений уговаривают людей идти. Ну вот потому что как бы большого желания нет, многие понимают, с чем им придется столкнуться. Но, к сожалению, вот те, кто уговорились, вот они уже автоматически попадают, могут попасть в поле зрения, потому что мы все понимаем прекрасно, человек, который соглашается на должность руководителя бюджетного учреждения или главы поселения, это человек, у которого есть только ответственность, есть только обязанности. Никаких ресурсов, никаких возможностей, никаких знаний и помощи он не получит. В таком случае у меня вопрос. А по какому принципу вообще заводятся вот эти вот дела? Я не знаю, может быть, юристы мне пояснят. Может быть, вы, Михаил, поясните. Потому что если брать можно каждого первого, а пока только 12 человек, это значит, что эти люди каким-то образом, я не знаю, попали в поле зрения. Ну, на самом деле, там, за правоохранителем не очень сложно говорить. Ведь я думаю, что, ну, зная по одной из структур наших контролирующих... Это люди неудобные какие-то или неужели? Нет, я думаю, что, как бы, это выполнение плановых показателей. То есть плановых показателей, которых не должно быть очень мало, да, для того, чтобы вышестоящие органы не спросили. И не должно быть очень много, чтобы на следующий год эту статистику не испортить. А выбирают их случайным образом? А дальше уже зависит от активности местных прокуроров, следователей и прочих оперативных работников, которые, ну, как бы, вот где-то натыкаются. Ну, я все-таки надеюсь, что, там, не с желанием отомстить или какими-то личными мотивами, ну, вот просто, как говорится, какой-то факт они увидели и проявляют подобную активность. Ну, надо просто пояснить, потому что вот очень хороший абзац в конце вот этого большого материала в бизнес-новостях, на который я ссылаюсь, дела муниципальные. В качестве одного из примеров приводят коллеги дела двух главпоселений в Налинском районе. Один из них получил пять лет и два месяца лишения свободы и два миллиона рублей штрафа за получение взятки от предпринимателя в размере 34 тысяч рублей. Вот просто соразмерность наказания, даже если оно есть, это экономическое, там, преступление, да, пять лет лишения свободы, два миллиона штрафа, 34 тысячи рублей. Второй за получение 100 тысяч рублей и ноутбук сел в тюрьму на семь лет и должен заплатить 9 миллионов. Причем про этот второй случай Александр Грислис, это при нем еще было, когда Саша был главным редактором бизнес-новостей, рассказывал мне, что там была история совершенно, ну, такая обычная, банальная с этим ноутбуком. То есть принесли ноутбук, сказали, что вот это вам, муниципальному образованию, человек взял его домой, чтобы или потестировать, или попробовать разобраться, его сразу оп, и забрали. Да, ну вот примеров таких очень много. Я просто сразу вспоминаю, извините, дела высоких федеральных чиновников и региональных, которые тоже сели там на 8 лет, например, и суммы, которые там были завязаны. Или которые не сели. Или которые не сели. Условные, по большей-то части, это ведь условные сроки. Условные сроки, условные. Прекрасную Васильеву, конечно, можно сразу вспомнить, да, замечательные ее променадами по бутикам и песнями и прочее. Во время домашнего ареста. Домашний арест, да, вот именно. Давайте сейчас обратимся к адвокатам, к юристам, потому что вот сейчас, прямо в данный момент, Наталья Александровна и Оксана ведут дела. Я не знаю, Оксана, может, и вас по отчеству надо называть, а Наталья, может, вас без отчества. Как вам удобно. Да, Наталья и Оксана, потому что прямо сейчас у вас как раз вы ведете одно дело, дело, которое касается, вот оно тоже описано в материале «Бизнес-новостей», дело касается бывшего главы Фаленского района Сергея Чурина. Кстати, Сергей бывал здесь у нас в эфире, и по этому делу тоже много вопросов. Мне поразила просто цитата, давай о ней ее прям прочитаем, да. Ты приведешь ли мне зачитать? Сергей говорит, Сергей что говорит, какие претензии к нему предъявляет прокурору. Не знаю, в чем меня обвиняют, он говорит. Да, да, я до сих пор не понимаю, в чем меня обвиняют, при этом, говорит он, по данным прокурора, мотив моих действий – попытка сформировать положительный образ руководителя. Прокурор говорит, что вот мы сейчас разберем, в чем там его обвиняют, как раз это дело разберем, и прокурор говорит, что мотив у главы был – сформировать положительный образ руководителя. Мне кажется, это хороший мотив. Меня всегда эти мотивы удивляются, с каким недовериям у нас в власти относятся, мне кажется, это хороший мотив. Потому что я не представляю, что нормальное поведение у человека должно быть связано с формированием негативного или нейтрального образа какого-то. Мне всегда этот мотив удивляет. Давайте разберемся, что там, что вменяет Чурину, и вот на этом кейсе, в общем, представим себе ситуацию с главами муниципалитетов. Ну вот на сегодняшний день Чурину Сергею Сергеевичу предъявляют превышение должностных полномочий, это часть 2 статьи 286 УК РФ, два состава. Сути самого дела и деталей мы, конечно, касаться не будем. Меня как адвоката удивляет вот факт, связанный с этим делом. В 2009 году была программа переселения. Переселялись люди из ветхого и аварийного жилья. Переселялись как наниматели, так и собственники. У нанимателей, соответственно, жилье принадлежит муниципальным органам, у собственников, соответственно, жилье принадлежит им. Наниматели – это те, кто на основании социального найма проживает, у кого неприватизированное жилье. В 2009 год. И вот, смотрите, нанимателям предоставляют площадь больше, чем та, которую они занимали. Ну, потому что семьи с момента предоставления площади увеличились. Норма, кстати, там установлена 12 квадратных метров на человека. А именно такие же условия, Наталья, предоставляют? То есть они тоже по договору соцнайма въезжают в новое жилье? Да, по договору соцнайма. Соответственно, переселяется семья из четырех человек, должны дать не менее 48 метров. Допустим, жилье было менее 40 метров. Предоставляют жилье не менее 48 метров, и это логично, справедливо и, на мой взгляд, отвечает задачам государства. По этой же программе переселяется один собственник с площади 32 квадратных метра. Он один, с женой развелся, жена права на площадь уже не имеет. С детьми он не проживает, дети в этой квартире не прописаны, не зарегистрированы. Ему одному в собственность дают 50 квадратных метров. В собственность, при норме 12, у него было 32. И это делается за счет федерального бюджета. Хотя в федеральном законе и в постановлениях правительства, которые регулируют эту программу переселения, четко указано, что деньги фонда реформирования ЖКХ, федеральные, на оплату дополнительных метров использовать недопустимо. Соответственно, расходовать на эти дополнительные метры федеральные деньги нельзя. Но вот так получается, что были потрачены именно федеральные деньги. Ну и часть там кусочек... Это тоже 2009 год? Вот этот случай. Программа была принята в 2009 году, а реализовывалась она там в 10-11. Ага, ну надо понимать, какие сходы. То есть за счет местного бюджета был заложен один метр этому гражданину. То есть остальные за счет там федерального и областного, соответственно. Приходит Чурин. Чурин приходит на должность уже после реализации программы. То есть после того, как человек заехал в эту квартиру 50-метровую. Да, он уже там живет. Чурин приходит на должность, ему докладывают, что у гражданина долг за 1,3 квадратных метра дополнительных. Много денег-то? 13 200 рублей. Так. Он, значит, соответственно, муниципалитет говорит гражданину, ты заплати, потому что у нас-то тоже долг. Перед той организацией, у которой мы за денежки, за федеральные, областные и муниципальные приобрели эту квартиру. То есть гражданин платит, на Чурина заводят дело. То есть гражданин платит, а потом идет жаловаться или нет? Мы не знаем, об этом история умалчивает. Мы в эфире... Дело-то на основании чего, Саверина, непонятно. Да, подождите, давайте здесь... Была прокурорская проверка программы переселения. И в ходе этой проверки там что-то было установлено. Да, сейчас придется на полминуты у нас перерыв, продолжим разбираться. Тут очень важно. Итак, вся программа прошла до того, как Сергей Чурин вступил в должность. После того, как он вступил в должность, ему доложили, что вот есть такой косяк. Есть долги муниципалитета перед организацией, которая продавала жилье. И он лично сказал этому человеку, владельцу, да, квартиры... Я бы не стала так говорить. По моему мнению, может быть, они лично и не встретились. А, не ясно. Но до гражданина довели информацию о том, что он должен заплатить. Более того, до гражданина довели информацию о том, что он должен был заплатить еще при... Реализации программы этой. Ему все время доводили до него эту информацию. То есть, когда он получал эти 50 квадратных метров... Но заплатил он при Чурине. Понятно, приживемся. Наталья Костина, адвокат, руководитель уголовной практики Московской коллегии. Адвокатов, Яковлев и партнеры у нас в студии. Оксана Мамедова, адвокат, член Ассоциации юристов России. Михаил Курашин, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. Мы на основе материала, который вышел в последнем номере «Бизнес новостей и дела муниципальные», разбираем кейсы, которые касаются уголовных дел, которые касаются глав муниципалитетов. И сейчас у нас на повестке уголовное дело, которое заведено на Сергея Чурина, бывшего главу Фаленского района. Вот сейчас это дело в судах слушается. И мы разбираем этот кейс и будем следить, как это дело развивается. Может быть, даже на следующей неделе и в суды съездим, поскольку там уже дело прекратят читать, уже будут какие-то свидетельские показания. Итак, вот вменяет господину Чурину, Сергею Чурину, не путать с Александром, Сергею Чурину вменяет два у него сейчас обвинения. Одно из них касается программы переселения из ветхого аварийного жилья. Продолжаем разговор. Да, вот смотрите. Чурину правоохранители говорят, что никаких оснований для того, чтобы просить деньги у этого физического лица он не имел. Хотя у нас и претензионный порядок существует, и глава поселения действует без доверенности от имени поселения перед всеми, в том числе и физическими лицами. И в случае, я считаю, неосновательного обогащения гражданина у муниципалитета, есть право обратиться в суд за взысканием этого неосновательного обогащения. В данном случае я считаю, что никаких полномочий Сергей Сергеевич не превышал своих. А ему ввеняет превышение полномочий. Ему превышение. То есть он не имел права просить. Вот как не имел права просить, если муниципалитет остается должником перед коммерческой организацией, которая передала жильё. Ну как? Из каких денег-то он? То есть свои, из кармана он должен был что-то достать? Гражданин, который вот эти 13 с небольшим тысяч должен был внести, он против был того, чтобы их вносить или он не против? Сейчас он говорит, что он был против, но на тот момент... Не говорил такого? Нет. То есть он добровольно, его не под дулом пистолета в бухгалтерию привели, он пришел, заплатил деньги, получил деньги. Особенно, когда ему, наверное, давали жилье, он совсем не против был. Вопрос заключается в том, а когда жилье-то давали, там это где-то прописано было, что вот он должен эту сумму выплатить? Мне говорят, что поскольку переселялись и собственники, и наниматели, то работа с собственниками велась, им разъясняли, что вы собственники, вы должны устно, предыдущие главы поселений. То, что кто-то там бумажно недоработал, это ведь не проблема Сергея Сергеевича. Вот это то, что, Михаил, вы говорили, то, что низкий уровень подготовки, нет консультаций, нет регулярной работы с муниципальными служащими, вот в том числе и по таким тонким аспектам. Это в первую очередь. Это на самом деле, как бы, там, единичный пример, таких примеров, по-моему, там, взять в каждой сфере мы найдем. То есть человек, приходя, он, оказывается, во-первых, сам не готов, да, вчера он там был врачом или там учителем, или, ну, не знаю, предпринимателем. Да даже если он был бизнесменом, он тоже не готов. У него очень слабый, скорее всего, там, аппарат, да, потому что, там, вопросов к правовым отделам, там, местных администраций, если они есть, больше, чем в главам. Там, у него, как бы, нет ничего, чтобы, вот, как бы, сподвигнуть к тому, чтобы он мог, там, полноценно, качественно и, там, без нарушений исполнить. И вот, Михаил, да, то есть они полагаются на своих подчиненных, которые много лет там работают, занимают одни и те же должности, они несменяемы. Ему докладывают, говорят, как надо поступить, он идет и исполняет. Вот, собственно, там, все это, там, и винить, опять же, аппарат тоже, наверное, тяжело, потому что, как бы, а у них какие варианты? Вот, они там сидят в администрации много веков, ну, другой работы нет, и они не способны другую работу осуществлять. Никто повышением их квалификации никогда не озадачивался, вот, там, есть, условно говоря... И сам не поедешь куда-то повышать квалификацию, при том уровне зарплаты. Диплом 65-го года, да, ну, юридический, вот, собственно, этого достаточно. И вот, как бы, вот это все следствие. То есть, понятно, что, наверное, одна из таких моментов, не знаю, там, юристы меня, может быть, отдернуты, но, да, там, договариваться на словах в нынешних условиях в России невозможно. То есть, это, да, это Европа может на словах договориться, и все понимают, что это взяли обязательства. У нас же надо все записывать. А документально все это не было оформлено? Ну, это же поселение, там все друг друга знают, все понимают, да, там, и когда появляются люди, которые, там, зачем, ну, начинают, условно говоря, подобными вещами сливать, ну, значит, есть какие-то, там, скорее всего, не личные мотивы, точнее, личные мотивы, а не, там, то, что человеку жалко, там, 13 тысяч заплатить. Есть какие-то другие, скорее всего, мотивы, которые сподвигли того, что он обратился к правоохранителям, и те, там, подписались под то, чтобы, там, возбудиться по этому поводу. Я, честно говоря, вот, я не очень человек, там, опытный, не очень богатый у меня, там, палитра и картинка, но я первый раз вижу, что государство против того, чтобы ему возвращали деньги. Да, эти деньги поступили в бюджет муниципального образования, бюджет дефицитный, кстати, я хочу сказать, то есть они не в карман Сергея Сергеевича поступили. И вот факт остается для меня фактом. Часть квадратных метров из 18, пусть 1,3 гражданина платил, но остальные-то метры дополнительные растрачены за счет федеральных денег. И вот правоохранители при растрате этих федеральных денег, да, которые вот с этим переселением Чурина никак не связаны, составов-то никаких не видят. Возникает у меня вопрос, почему такое неравенство? Я вот тоже собственник и тоже хочу бесплатно, без всяких оснований за счет федерального бюджета получить дополнительную площадь 18 метров, она бы мне не помешала. Я бы, например, рабочий кабинет могла дома организовать, прекрасно дома работать, но мне не дают. Наталья, 12 мест глав освободилось, что это может. Можно попробовать? Вот смотрите, правоохранителям, в частности, областной прокуратуре и одной из районных, не будем ее называть, эта ситуация известна. В письменной форме она до них доведена, о растрате федеральных денег. Проверки никакой не проводилось, ответов никаких не поступило. То есть как в такой ситуации быть? Вот я, честно говоря, не понимаю. Только избирательное такое внимание получается. То есть получается, можно федеральный бюджет растрачивать, да. А просить 13 месяцев за один метр нельзя. Бюджет. То есть, вот смотрите, там ведь... Сколько сейчас вот по этому обвинению грозит? До 7 лет лишения свободы. За 13 тысяч рублей. За то, что вернули деньги в бюджет, 13 тысяч рублей в бюджет. До 7 лет лишения свободы. Ну и плюс еще там 20-кратным, скорее всего, штраф. Ну вот и социальный-то ведь вопрос тоже возникает. Смотрите, там ведь люди на очереди-то ведь стояли на расселение, на предоставление жилья. Ведь это не обязательно ветхие аварийные, еще другие категории ведь граждан есть. Конечно, есть многодетные. Они ждали же ее и ждут. А тут вместо 32-х мы 50 отдаем одному какому-то собственному. Все-таки как звучит обвинение-то вот по этому... Превышение полномочий. Превышение должностных полномочий с причинением значительного ущерба гражданину. Значительный ущерб. Значительный ущерб, 13 тысяч рублей и 7 лет свободы. Очень для него огромные деньги, да. Так, окей. Что еще? Что еще предъявляет Чурину? Второй состав в продолжении. То есть, смотрите, жители дома с центрального отопления перешли на газ. Ну, одного там из жилых домов. Трубу отопления неустановленное лицо обрезало. Жители сложили трубу, ну, часть трубы, да, трубу сложили около дома. Труба лежит там до сих пор. Я лично была свидетелем того, как труба летом лежит. Недавно получили фотографии того, как она зимой лежит. Металлическая труба такая большая. Теплотеплоседия. За год проверки преддверительного следствия никто не смог установить, где эта труба лежит. Как это? Жителей никто не опрашивал по этому факту. Я не знаю, не могу дать никаких комментариев по этому поводу. Но уголовное дело возбудили. А то, что труба около дома лежит, никто не установил. Сейчас вот правоохранительным органам и администрации поселения вообще, как мне кажется, неинтересно, где эта труба. Ведь это дело уже в суде. И тот факт, что труба существует и лежит около дома, помешает обвинительному приговору. Поэтому этот факт не должен быть установлен до момента вынесения приговора Чурину. А фотографии, которые вы сделали, и можно как-то приобщить в суде? Защита в этом направлении, безусловно, работать будет. Но я вам просто говорю о той ситуации, что факт остается фактом. У вас в данном районе лежит труба. Не интересует, где она лежит. Не интересует. Чурина судят по 286-й. До 7 лет лишения свободы за то, что труба лежит в огороде у жителей. Они ее сами прибрали. У нас со Светланой глаза больше и больше делаются. Какой-то театр абсурда просто. Честное слово. Вот даже комментировать, кажется, как можно это комментировать даже. Михаил? Ну, я говорю... 7 лет лишения свободы. Суды идут. Прокурорские проверки. Следственный комитет. Эти там, не знаю, участковые ходят. Судья, это самое, там, корпит вот над этим делом. Деньги государственные на все это тратятся. Да, и на зарплаты, конечно. И на наши гонорары деньги тоже тратят. Ну, я думаю, что это как раз вот там, те последние точки, последние шаги по добиванию местного самоуправления, которые, собственно, происходят. Мы понимаем, почему... А зачем, Михаил, зачем? Ну, кто-то же отчитывается борьбой с коррупцией. С этими всеми вещами. Но он метал с этого начин. И уж точно никто не хочет отчитываться за федеральные деньги, да, потому что понимает, что, как бы, там, скорее всего, недосягаемых нет. А местное самоуправление приходи сейчас в любое бюджетное учреждение или в любую администрацию, закрывай, и ты стопудово найдешь минимум 2, 3, 4, 5 составов. Подождите, ну, получается, что власть сама себя закапывает тогда. Кто пойдет-то на эти освободившиеся места? Ань, давайте мы не будем путать власть... И правоохранительные органы. И отдельных людей. Отдельных людей и местное самоуправление. Местное самоуправление в принципе не рассматривается как власть. Это вот как бы... А что это? Это вот та отдушина для муниципальных образований, куда они перекидывают свои полномочия, которые они там точно не хотят ими заниматься, и на которые точно нет денег. А это значит, что там завтра к ним может прийти там прокурорский и сказать, вы не исполняете полномочий. Вот. Они это туда перекидывают, ну, и все. И, как говорится, вот оно там тихо умирает. Там ребят периодически там фильтруют правоохранители возбуждением уголовных дел. Ну, значит, фильтруют. Прервемся на полторы минуты, продолжим обсуждать дела муниципальные с нашими гостями Натальей Костиной, Оксаной Мамедовой и Михаилом Курашиной. Разбираем дела муниципальные на кейсе с Сергеем Чуриным, бывшим главой Фаоленского района. Здесь у нас в гостях Наталья... А он устранен уже, да? Он уволен по собственному желанию. А, в данный момент, да. Здесь у нас в гостях, вот сейчас вы уже услышали, Михаил Курашин, вице-спикер законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. Оксана Мамедова, адвокат член Ассоциации юристов России Наталья Костина, адвокат, руководитель уголовной практики московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Адвокаты как раз ведут дело, то есть защищают Сергея Чурина, ведут вот это дело Фаоленское. Честно говоря, мы с Аней онемели, наверное, на все время перерыва, потому что, ну вот правда, как комментировать такой абсурд? Мы перерыли еще несколько деталей, узнали, и мы, наверное, Оксану сейчас попросим озвучить, это все вот вокруг той самой злополучной трубы. Которая лежит в огороде, за которую человек сажают на 7 лет. Действительно, администрация ПГТ Фаленки утверждает, что пропала труба, принадлежащая как раз администрации. Чурин говорит администрации, вот труба-то лежит возле дома жилого, приходите, забирайте. Соответственно, у нас администрация разводит руками, не проявляет абсолютно никакого интереса. Не идет за трубой. Видимо, не очень-то она ему нужна. Но при этом уголовное дело в отношении Чурина по-прежнему продолжается расследоваться. А прокуратура тоже не ходила, не смотрела? Нет, прокуратура не ходила, не смотрела. Большой город Фаленки. Труба как с лета лежала, так она и сейчас лежит. То есть, в принципе, все знают, где она находится. Администрация знает, глава администрации знает. А это что? Вот опишите, что это за труба такая? Сколько она стоит? Труба центральной теплотрассы, небольшого диаметра. Не знаю, на пальцах покажу, сколько. 5-7 сантиметров. 5-7 сантиметров в диаметре труба. Да, длинная. Но длину не могу описать. Может быть, два отрезка по 7 метров. Как я ее помню, летом в траве. 14 метров трубы. У жителей спросили, зачем мы ее сюда положили. Они говорят, чтобы не украли. Это же не наше, государственное. Вот мы тут прибрали, чтобы не пропало. Да, да, да. И она до сих пор там и находится. Исходя из бездействия администрации Фаленок, мы предполагаем, что они очень-то не заинтересованы в этой трубе на сегодняшний день. А почему, подождите, почему предъявляют обвинение Сергея Чурину, бывшего главы Фаленского района, а не администрации Фаленок? Вот Чурин Сергей как раз, если мы обратимся к статье, которая вышла в бизнес-новостях, он, соответственно, задает вопрос. Я не знаю, в чем меня обвиняют. Вот он на самом деле не понимает. Почему вопросы не к администрации, а к нему сегодняшний день? А вы понимаете вот это? А кто срезал трубу? Да, срезали трубу некие работники. То есть не установлены? Сами исполнители не установлены, но их руководитель установлен, это предприниматель. А он по документам, есть документы, что он с этой трубой сделал? Срезал и дальше куда он? Та труба, которая центральная теплотрасса, это другая труба, не та, которая в огороде лежит. Это большая труба? Это большая труба. Большего диагноза? Вот эта большая труба, она уложена сейчас для теплоснабжения ПЧ, в ту же систему теплотрасс, которая была. То есть был гнилой кусок, его отрезали, положили вот эту трубу, установили стойки, потому что раньше труба лежала на земле и гнила, и чтобы она не гнила, установили стойки, и от этой трубы теплоснабжается пожарная часть. У которой были проблемы с теплоснабжением, и в случае, если бы тепла не было, они бы группировку просто свою увели. И представляете, что такое на весь поселок, и не только поселок, без пожарной части все бы остались. И детский садик мерз, и там была плесень, и дети постоянно болели, потому что были проблемы с теплоснабжением. Там улучшили условия, благодаря Чурину Котельную, там еще вторую поставили, но это к полномочиям района относится, и ему не меняется. То есть два источника теплоснабжения теперь у детского сада. Стало тепло хорошо, там дети с открытыми окнами, болеть перестали, стало все замечательно. Но у Чурина часть 2 статьи 286. — Труба. — Труба, да, вот эта большая труба, которая сохранила пожарную часть, улучшила условия в детском саду, и это является уголовно наказуемым деянием. — За перекладку трубы его сейчас? — За то, что он дал якобы указание. — Как А. — Разрешение дал. — С словами. — Ну, понятно. — Это якобы, то есть доказательств никаких нет. — Как будто бы он кому-то разрешил отрезать. — Разрешил отрезать и переложить. — И переложить в другое место. — Да. — Чтобы попарная часть снабжалась тепловой детский садик. — И за это до 7 лет лишения свободы. — Вот у меня вопрос, продолжение разговора, которая светлая. А как бы вышестоящие, что у нас там, Министерство внутренней политики. — Правительство Кировской области. — Ассоциация Совета муниципальных образований. — Ассоциация Совета, они бросились там, ну не знаю, по крайней мере разбираться. Бог с ним защищает, разбираться. Или вот как бы они в стороне стоят и ждут, чем это все закончится. — Я, честно говоря, не знаю, как Сергей Сергеевич с ними контактировал, с этими организациями. — Да он не должен никак контактировать. — По ходу расследования уголовного дела у нас дело возбудили. Следственная тайна, все, что находится в деле, материалы, документы, свидетели — это все тайна. Мы эту тайну узнаем, когда следствие заканчивается, ознакомимся с теми материалами, которые в деле есть. Все. То есть какое влияние этому угодно? — Нет, я-то просто к тому, что мы помним, что у нас главу избирают в том числе часть голосов, часть представителей — это областное правительство формирует. У нас он, как глава Фальонского района, входит в ОСМО. — В Ассоциацию Совет Муниципальных Образований. — Да. И там платят разносы в том числе в общественную организацию за защиту своих интересов. Вот. И как бы вот те люди и те структуры, которые по логике должны представлять и защищать его интересы. — Где они? — Где они, да. — Ну, вы правильно сказали. Ну, ладно, бог с ним защищать. Хотя бы разобраться. — Хотя бы эту трубу найти. — Хотя бы найти трубу и понять, почему можно заводить уголовное дело. — И были причинены действительно какой-то ущерб. — По факту улучшения условий жизни пожарной части детского садика. — То есть нет. — Из-за бездействия местных властей, так скажем. — То есть администрация, получается, да, поселение? — Ну, вот. Это мое личное видение. То есть если гособвинение говорит, что Чурин кому-то указание дал, зачем он... А местные почему не дали раньше него? Они ведь должны были дать, нет? — Ну, да. — Ну, вот. — Все-таки есть такое ощущение, что... Ну, вот потому что, ну, вот если верить в то, что вы говорите, да, то есть у нас нет оснований не доверять, потому что не будут приходить адвокаты таких серьезных компаний и говорить всякую чушь, если верить в то, что вы говорите, как вот это вот все выглядит, то я не знаю, Михаил... — Выглядит это как театр абсурда. — Мне кажется, что вот после таких дел, а они будут опубликованы, они будут описаны, вот и ОСМО надо закрывать, и весь отдел внутренней информационной политики надо ликвидировать, потому что если, во-первых, мы видим, что действительно безграмотно там может быть действовать по разным делам главу муниципалитетов, беззащитно абсолютно перед лицом кого угодно, и не только закона, а в том числе и там правоохранители, которые там хотят нарисовать какую-то статистику, в эти дела не вмешиваются никак представители правительства Кировской области, не поддерживают, не обучают. Вот что они там вообще делают все? Один из них, кстати, тут... — Светлана, это театрический вопрос. — Навицу губернатора, кстати говоря, одного из них вот сейчас прочих. — Претендует. — Да, претендует. — Ну, на самом деле, опять же, то, что касается СМО, у них сменилось сейчас руководство, новый исполнительный директор из числа... — В очередной раз сменилось. — Да, из числа все-таки, опять же... — А кто это? — Потапенко Алексей, исполнительный директор, да, то есть из числа тех глав, которые в том числе сталкивался с этими разными ситуациями, и поэтому там очень есть такая надежда все-таки... — Но мы пригласим их обязательно. — На то, что они эту систему защиты главных, там защиты своих будут разрабатывать. Что касается министерства... — А то есть ее нет вообще, что ли, получается? — Я думаю, что как бы мы с вами об ОСМО вспоминаем лишь как о декоративном органе. — Да. — Вот, то есть крайне редко вот там и в свою бытность работы там был... Ну, помните, наверное, депутата Михаила Лихачева, да? — Помню, да. — Вот там при нем ОСМО действительно пыталась влиять, пыталась решать вопросы, там оказывала давление на губернатора, на вице-губернатора. Потом был период абсолютно мертвый, да, там. Но вот сейчас надежда на Алексея Юрьевича, что все-таки с учетом его опыта, и в том числе вот подобного опыта, да, там, это направление каким-то образом у них появится. И насколько я знаю, опять же, ассоциация юристов, в принципе, со СМО начинает сейчас выходить на некое... — Вот смотрите, Яковлевы партнеры тоже сотрудничали со СМО, но поступал какой-то один вопрос от них за несколько лет, потому что я этим вопросом занималась. Не было предложено просветительскую работу провести, то есть адвокаты-то ведь не возражают. Мы можем встретиться с любыми муниципальными образованиями, рассказать те составы, которые чаще всего им выменяются, за что они наступают. — Как себя обезопасить. — Как себя обезопасить, то есть к нам, вот, таких обращений не было. Вот, а то, что касается министерства, ну, министерство проводит, ежегодно проводит большое, там, несколько дней совещания с главами, где, к сожалению, все ограничивается рассказами, там, о работе министерств, ну, вот, вот об этом-то там разговоров как раз нет. — Я периодически бывала вот на совещаниях в качестве человека с диктофоном, да, и я видела, как это происходит, то есть там выходят люди на сцену с толстой пачкой бумажечек, значит, зачитывают вот эти вот бумажечки. На втором часу зачитывания этих бумажечек там в зале уже все сидят, ну, не то чтобы спят, но внимание уже рассеянное. То есть никому ведь это вот так, в такой форме не нужно и ничем не поможет. — Ну, это вот, это еще одна тема, она, как бы, вообще ко всем связана, и здесь, в частности, у нас, как бы, народ отучился, разучился учиться. Там, да, есть неинтересные форматы, там, и так далее, это вопросы к преподавателям, но есть и другая сторона. — Тут надо конкретные случаи просто разбирать. — Ну, на такой вот не настроишься, Михаил, вот о чем рассказывает Таня. — Вот надо разбирать конкретные случаи. — Ну, завтра появится не труба, а завтра появится скворечник. — Пусть. — Ну, вот, как бы, вопрос в том, опять же... — Пусть выходит юрист и рассказывает, чтобы сегодня была труба, а завтра будет скворечник. — На кого? На свой аппарат не может. — Кому он может позвонить, чтобы проконсультироваться? — Михаил, вот, честно говоря, вот, снова возвращаясь к Комитету гражданских инициатив, который завтра будет большой семинар проводить, он, кстати, открытый, туда можно зарегистрироваться, там будут проселы и проградающие. — Давайте глав туда пригласим. — И пригласили, Михаил. — Многие из них в Кирове на диспансеризации, поэтому, как бы, могли бы и прийти. — Могли бы и прийти. В правительство все донесено, доведено уже месяц как. Посмотрим, кто придет и из правительства в том числе. Потому что это конкретно касается развития территории Кировской области. Так вот, в этом же Комитете гражданской инициатив я познакомилась с нашими коллегами из Перми, в которых уже четвертый год действует муниципальный факультет. Вот муниципальный факультет — это не образовательная программа там в институте, это как раз система обучения, поддержки и так далее для муниципальных служащих. Они там не раз в год на отчетные мероприятия собираются, а ежемесячно не по разу. И у них прям целая сплоченная команда к вопросу, на кого положиться. Они понимают, как действовать. Ядра обучаются. — Дай бог нам к этому дойти. — Не знаю. Пока вот сколько вопросов не задавало вот туда, вот в этот дом напротив, отклика никакого не было. Посмотрим, что будет завтра и послезавтра. Спасибо, мы будем следить за этим делом. Наталья Костина, Оксана Мамедова, Михаил Курашин. Разбираем дела муниципальные. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу. — Вернемся в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...